Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему девизу «За воживаях, оплакивая мертвых, разбивая молнии» мы рассказываем о самых неожиданных последствиях вакцинации COVID-19. И еще раз говорю, мы не задаемся целью выступить за вакцинацию, против вакцинации. Мы рассказываем о том, как думают люди, когда они выбирают вакцину или не выбирают вакцину. Мы рассказываем о том, как они реагируют в этой ситуации, как работает их мозг, и как на них смотрит, самое главное, конечно же, психиатр. Мы исключительно канал профессиональный. Вот сегодня мы будем рассказывать, в каких соотношениях находятся шизофрения и вакцинация COVID-19. Ну, не в добрый час мы начали рассказывать о серотониновых характерах. Ну, обратите, пожалуйста, внимание, вряд ли вы смотрите название плейлиста, но название плейлиста «Серотониновый характер», потому что их, по крайней мере, два. Мы вам длительное время уже рассказываем про гипосеротониновый характер, то есть снижение активности серотониновых нейронов. Видите, вот это зверушка, подчиненный особь, это попытка избежать большей опасности. Я вас только вот очень прошу, пожалуйста, не надо ассоциировать вот эти вот наши иллюстрации, доминирующий особь, подчиненный особь, вообще-то говоря, с какими-то определенными людьми, с начальством или с подчиненными. Это абсолютно не так. Дело в том, что начальник может быть подчиненной особью, он просто может вести себя как подчиненный особь. В любом коллективе, вы знаете, есть неформальные лидеры, которые вовсе не являются начальниками, но они себя ведут как доминирующий особь. Главное, что мы должны обращать внимание, что доминирующая особь, она уверена в себе, она контролирует агрессию и страх, подчиненный особь не уверена в себе, слабо контролирует агрессию и страх. Поэтому любой начальник, который орет, повышает на подчиненный голос, конечно, он никакой не, собственно говоря, не подчиненный особь. При этом он остается начальником, потому что его кто-то на эту должность назначит. Так вот, сегодня мы будем говорить о гиперсеротониновом характере, то есть высокая активность серотониновых нейронов. И обратите внимание, мы выделили слово контроль агрессии и страх. Почему особь уверена в себе? Потому что контролирует агрессию и страх. И надо вам сказать, что вот эта идея контроля, она распространяется и на другие сферы жизни. То есть понятно, что если человек контролирует свою агрессию и страх, то вполне закономерно, что он должен контролировать свое здоровье. Это нормально абсолютно для такого человека. Но почему, если я контролирую свои эмоции, если я нормально себя веду на людях, я не выплескиваю на них свои эмоции, почему я не должен контролировать и свои артериальные давления, число дыхательных движений, вести здоровый образ жизни? Конечно же, здоровый образ жизни входит в понятие контроля здоровья, которое эти самые люди и используют гиперсеротониновым характером. Вообще они настроены на ЗОЖ. И ЗОЖ может быть самым абсолютно разнообразным. Они вполне исходят из нормальных соображений. То есть если в здоровом теле, в здоровый дух... Понятно, представьте себе, что если я плохо себя чувствую, ведь если я плохо себя чувствую, мне трудно контролировать свой страх и агрессию. Если я хорошо себя чувствую, мне легко контролировать свой страх и агрессию. То есть мне это всё даётся гораздо легче. А что нужно сделать для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Нужно всё то, что называется ЗОЖ. Значит, это физические нагрузки, это рациональное питание. Ну, что я вам буду рассказывать? Это отказ от алкоголя, это отказ от вредных различных привычек курения. Ну, в общем, ничего нового я вам здесь не скажу. Соответственно, люди, которые склонны контролировать своё здоровье, они вполне положительно относятся к вакцинации. Почему они относятся к вакцинации положительно? Потому что это входит в их понятие контроля здоровья. Что позволяет сделать вакцина в их понимании, конечно же? Она позволяет не заболеть COVID-19. И, соответственно, сохранить своё здоровье, сохранить свою работоспособность, сохранить возможность контролировать агрессию и страх, сохранить возможность своего положения доминирующей особи. Соответственно, если мы обратим внимание, опять же, я ещё раз говорю, это условная очередь. Пожалуйста, в Москве уже сейчас выстроились очереди, но не за вакцины спутник ВИА, за КВИВАКом. В очередях доходит до драки. Дерутся, конечно, ещё раз говорю, не доминирующие особи, а дерутся, конечно, особи подчинённые. Но, как бы то ни было, в этой условной очереди за прививкой, конечно же, стоят люди не только с высокой активностью серотониновых нейронов, но и с низкой активностью серотониновых нейронов. Не только с низкой, но и с высокой активностью серотониновых нейронов. Прошу прощения за оговорку. Которые ориентированы на здоровый образ жизни. Ну и дальше мы хотим вам рассказать о том, а как психиатры смотрят вообще-то на таких людей, на здоровый образ жизни. Не знаю, кто это за психиатр, но на самом деле в своей жизни я имел возможность убедиться, что вот многие психиатры абсолютно неверно оценивают здоровый образ жизни. Ну, есть некоторые психиатры, я бы сказал их меньшинство, которые считают, что это некая такая черта характера. Но, однако же, эта черта характера, она все равно патологическая. Ну, во всяком случае, на границе с патологией. Это так называемая соматотония, и называют это все антиэпохондрией. То есть, человек, у него повышенный физический тонус, у него повышенная потребность в движении, в тренировках, в общем, он следит за собой, и это все называют антиэпохондрией. Это, в принципе, еще достаточно мягкий взгляд. То есть, это вроде бы такой взгляд, ну, как сказать, ну, антиэпохондрия – это все-таки не эпохондрия. Но, к сожалению, большинство психиатров считает, что эта эпохондрия является, по крайней мере, психопатией. Обратите внимание, есть такой термин «эпохондрия» – здоровье, склонность к оздоровительным мероприятиям. То есть, они любого человека, который склонен обращать внимание на здоровый образ жизни, они открыто называют психопатом, открыто называют человеком, который страдает от эпохондрии здоровья. Ну, и есть, конечно, крайняя степень этого. Это, конечно, наша Академия Анатолий Бориславович Смолевич. Там мы об этом уже рассказывали, поэтому не будем, ну, как бы, заостряться. Но, вот обратите внимание, крайне там выделен слайд с его презентации. Здоровый образ жизни является проявлением вялотекущей шизофрении. То есть, о гиппсихиатрах очень мало считает это все-таки каким-то проявлением характера. Многие психиатры считают это психопатией здорового образа жизни. И очень многие психиатры, к сожалению, считают, что здоровый образ жизни – это вялотекущая шизофрения. Ну, что я хочу сказать, зачем мы это все рассказываем, какая связь с прививками COVID-19. Значит, мне кажется, я хотел бы обратиться к зрителям, что психиатры – это, конечно, замаскированные антиваксеры. То есть, если где и будет сопротивление среди врачей по отношению к вакцинированию, то, конечно же, я думаю, что это сопротивление со стороны психиатрической общественности будет. Потому что, если вы считаете, что здоровый образ жизни – это вялотекущая шизофрения, а вакцинация – это, конечно, вся направлена на здоровый образ жизни, и никак от здорового образа жизни вакцинацию отделить нельзя, то вы, конечно, и вакцинацию тогда от COVID-19 можете считать проявлением вялотекущей шизофрении. Ну, собственно говоря, что я вам хочу посоветовать? Я вам хочу поменьше обращать внимание на такие точки зрения. Мы всегда советуем – думайте сами. И для этого существует наш канал «Психоортовый». Мы случайно просим вас подписываться на наш канал в обязательном порядке, где еще вы узнаете такую информацию полезную, как на вас, например, посмотрят психиатры, если вы, скажем, сторонник здорового образа жизни, и если вы, исходя из здорового образа жизни, собираетесь или уже сделали прививку от COVID-19. Как всегда, мы просим, пишите нам комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала, если это, конечно, вам возможно, и хотите обговорить нас за этот ролик, в реквизито-счет вы найдете его в описании. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok